Добрая акция состоялась на базе библиотеки имени Зощенко в Сестрорецке. Там в течение нескольких дней все желающие могли помочь питомцам местного приюта для бездомных животных «Кот-курорт». Стоит отметить, что это уже не первая подобная акция на территории курортного района, где библиотеки меняют книги на корм для животных. Тем не менее, количество желающих поучаствовать в доброй и нужной акции только увеличилось. Больших кормилец, мы знаем всех бабулечек, которые здесь по району кормят, и часто разводят, особенно когда нам много привозят, там все эти вот цехи кормов, которые мы здесь не используем. Мы прям им большими мешками, они там бедные до слез счастливые всегда. Поэтому мы всегда найдем применение любому. Я тоже согласна. Мы всему, да. Это правильно. 1 марта, Всемирный день кошек, все любят котиков. Поэтому мы решили приурочить нашу акцию именно к этому дню. В течение пяти дней мы собирали все, что приносили нам люди. Корма, подстилки, наполнители, вкусняшки всякие. Но, собственно, результат вы видите. Люди были очень счастливы, что они могли поучаствовать в акции. Мы в обмен на их благодарность, за их подношение, мы их тоже пытались отблагодарить. Устроили беспроигрышную викторину. Кто-то получил от нас книжки, кто-то получил наши фирменные сувениры библиотечные. Но были люди, которые говорили, нам ничего не надо, мы просто хотим помочь. На данный момент в приюте проживает 24 взрослые собаки и порядка 50 кошек, которых по весне становится еще больше из-за наплыва бесконтрольной рождаемости в подвалах многоквартирных домов и на улицах города. Для того, чтобы прокормить такое большое количество животных, находящихся в приюте, необходимы на постоянной основе большие запасы корма, которые, так как это частное заведение, владельцам приюта приходится покупать на собственные средства. Такая акция, как «Быть добру», завершившаяся недавно в библиотеке имени Зощенко, крайне полезна и необходима для того, чтобы обеспечить питомцев всем необходимым. Поскольку отклик есть и людям нужно, они хотят помогать, значит, мы обязательно что-нибудь сделаем, потому что летом, насколько я помню, день петербургского кота, осень, еще какой-то праздник. То есть вот непосредственно к таким праздникам постоянно мы не можем дежурить в библиотеке с этой акцией, но вот там несколько дней, может быть, пару недель в году мы обязательно будем делать. К сожалению, в Сестрорецке участились случаи, когда хозяин с питомцем приезжает на электричке из Петербурга и оставляет животное на улицах города. Большую огласку получил случай, когда четыре собаки были оставлены на территории многоквартирного дома на улице Токарева. Недавно похожим образом оставили еще одну собаку. Всем этим животным приют-кот-курорт пытается помочь. Некоторых собак уже забрали новые хозяева. Кому-то только предстоит найти новый дом. Однако в свете последних событий количество бездомных животных может вырасти еще больше. Все приюты ждут наплыва бездомных животных, потому что есть люди, которые в панике пытаются куда-то мигрировать. Вывоз за границу в те страны, которые для нас открыты, достаточно сложно. И многие просто бросают животных и уезжают. Поэтому ждем большого наплыва животных на улице. Поэтому, не знаю, посмотрим, я им покажет. Но все-таки хочется сказать, что завтра с нами ничего страшного не случится. Можно оформить документы, правильно подожать неделю и уехать через неделю, если так сильно хочется уехать. И все-таки не бросать животных. Всегда можно найти выход и жить со своим питомцем, продолжать дальше. Потому что все-таки это ответственность. И они такие же члены семьи. Поэтому очень хотелось бы призвать все-таки людей, чтобы они не бросали своих животных на произвол судьбы. Потому что здесь выжить им будет тяжело. Приютов и добрых рук просто не хватит. Для того, чтобы всех спасти и всем помочь. Еще одной многолетней проблемой является бум рождаемости котят, который плодит еще больше бездомных животных, вынужденных выживать в жестоких условиях. В Петербурге давно существует программа отлова и стерилизации бездомных собак. С этого года в программу были включены и кошки. Для того, чтобы воспользоваться данной бесплатной услугой, необходимо обратиться с заявлением. Можно и в электронном виде, в администрацию района, либо в комитет по благоустройству. В рамках услуги по отлову и кастрации бездомных кошек также предусмотрена вакцинация бездомных пушистых, профилактическая обработка от эктопаразитов и передержка не менее 10 дней в стационаре. Данная программа призвана уменьшить бесконтрольное увеличение популяции бездомных животных в подвалах многоквартирных домов и на улицах города. На данный момент большинство операций, передержек и уход за животными в нашем районе не ложится на частный приют-код-курорт. Помимо финансовой помощи, мы ждем сейчас, быстрее к нам наладится тепло, а нам нужно восстановить вольер, который был разрушен в связи с тем, что нас забрали павильон. Нам обязательно нужно его восстановить, нужны будут мужские руки, чтобы это сделать. Ну вот, в принципе, из такого глобального, срочного восстановления и ищем сотрудника в любом случае, ну или волонтеров, которые будут готовы приходить почаще, потому что вроде сейчас у нас из ночлежки приезжает мужчина, который будет жить, пока он втянется, пока как бы освоит вообще все то, что нужно сделать, да, будут в приюте нужны волонтеры, которые готовы гулять с собаками, потому что все-таки выгульная собака ведет себя спокойнее, тише, они как бы перестают так громко лаять и спокойно реагируют на приходящих людей, да, как бы не раздражаются на внешние там какие-то раздражители, которые проходят за забором.